здравствуйте друзья у нас утренний вопрос на канале здравствуйте михаил с большим удовольствием и регулярно смотрю ваш канал регулярно мне нравится огромное спасибо однозначно и неоднозначно народ интересуется прежде всего вопросами и миграции и работы и это понятно и естественно живо трепещет возбужденный мозг где как кем сколько но что потом ведь в основе всего цель а путь не важен как вы сказали я с этим соглашусь но ведь надеюсь люди идут на такие глобальные повороты своей жизни не только и не столько ради материального и приземленного ой не скажите хотя и все же нужны ли америке натуральные смысле простые приземленные материалисты заранее спасибо за ответ возможно и не отдельным видео а где-то там между прочим с уважением сергей ну значит давайте мы так первое чтобы я сказал в этом письме присутствует стандартный такой ну не хочет сказать штамп но часто повторяющиеся такое место вот а кому мы там нужны а нужны ли америке вот такие люди или сякие люди и я бы сказал что нет такого чтобы вот америке кто-то был нужен то есть нет такой политики сформулированы нам вот эти вот эти вот эти нужны а вот эти вот эти вот не нужны то есть так так нету и слава богу что нету существенным как и в любой другой стране является вопрос такой тебе это нужно или тебе это не нужно вот вы живете там допустим в россии и украине белоруссии добра а скажите а нужны россии вот это вот эти люди вот этот человек нужен россии а вот этот человек нужен россии или там белоруссии украине киргизстану и так далее давайте не стоит так вопрос то есть его в природе то так нету эта постановка вопроса обычно происходящие от людей которые хотят какую-то гадость сказать но как сказать не знают и идеи у них нет они говорят а кому ты там нужен да главное чтобы себе был нужен вот как только ты себе нужен ты сразу нужен всем американское общество очень положительно относится абсолютно ко всем людям особенно если они самодостаточные трудолюбивые честные аккуратно там платят по счетам налоги там это и улыбаются когда по улице ходят вот собственно вот вы уже и американец востребованный там и так далее значит насчет идейных иммигрантов было время когда иммиграция была сильно идейная ну вот когда там протестанты драпали от католиков от инквизиции от костров от преследований на религиозной почве но можно сказать что они были идейными жизнь спасали там и так далее после этого всяко было опять бывало иммиграция идейная бывало иммиграция как говорят сейчас колбасная то есть люди просто ехали туда где есть работа где есть заработок потому что не всегда и не везде есть работа заработок жизнь человеческая и так далее поэтому в основном то люди ехали не по идейным соображения что они знали вот в девятнадцатом веке живет там крестьянин где-нибудь там венгрии ну а что он знает про про америку ничего газеты какие читал или в интернете сидел нет ему просто говорят ты знаешь там вот есть работа он сел и поехал или какой-то знакомый был или один поехал потом потихоньку все село за собой перетащил так же все это было поэтому люди ехали потому что хотели хорошей жизни в понятие хорошей жизни безусловно входит отношение к тебе как к человеку участие твое активное в жизни общества то есть ты например ты можешь участвовать в выборах и это выборы по-честному ты реально влияешь на что-то вот где есть свобода слова вот ты можешь говорить что-то и не бояться что тебя за это будут преследовать это все очень здорово и в какой-то момент люди которые может быть приехали из соображений сугубо колбасных они начинают эту часть тоже очень ценить и я это вижу вот на нашей волне иммиграции ну и последующих тоже когда люди приезжают потому что ну там с работы с деньгами пустые полки вот я помню в нашей волне было много людей которые просто устали жить когда полки пустые когда вот там молока ребенка купить не можешь когда ну 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 вот вот эта вот часть то есть они не доходили до обобщение уровня что это вот коммунисты довели страну им было пофигу кто страну довел но но жить так невозможно парать но уже совсем плохо был вот были были категории людей которые преследовались режимом безусловно ограничивалось там их деятельность а сейчас многие говорят что не было ничего что коммунисты никого не ограничивали сейчас есть люди говорят что и холокоста никакого не было вот всякие люди есть всякие вещи говорят но просто я к чему вот люди которые стали объектом преследований ограничений они как бы политические как бы значительной степени политические но может быть многие из них уехали даже не поэтому а тоже потому что пустые полки там или что-то а с политическим они может быть смирились давно им пофигу было по-разному так так что я просто к тезису о том что вот есть люди простые там вот вроде как они менее востребованные а всем нужны идейные и так далее вот эта идейность она со временем приходит очень-очень ко многим людям которые не были идейными а так просто вот это самое просто когда ты уже это увидел почувствовал к себе приложил и ты вдруг говоришь боже а раньше как же мы жили раньше и ты в ужасе от этого давайте это это очень знакомое такое чувство вот так вот значит еще раз а путь значит надо быть в основе всего цели путь не так важен и вот люди идут на какие-то крутые повороты своей судьбы но не но ради чего-то такого возвышенного они материального и приземленного я бы сказал вот чего это тоже вот в моем сознании какой-то штамп советской пропаганды вот разделение на людей возвышенных и на людей приземленных я так не могу сказать что вот люди вот так делятся интересно и где такое написано еще вот кроме кроме советских агиток где еще человека разделили на возвышенного и и про простого а что землю возделывать это менее возвышенно чем чем что я не знаю там на сцене стоять а ты пойди пойди возделай давайте человек не как сказать от создателя понимаете нет нет такого разделения создатель не создал людей разных категорий и сказал вот значит эти там фуфло людишки а это действительно круто эти идейные идейные они вообще они знаете сколько миллионов народу положили за идеи а вот эти приземленным чего им лишь бы вот работать детей растить да значит жить все тихонечко никого не трогать так что в них такого интересного то нам идейных подавай нам кровопролитиев таких чтобы масштабных чтобы на всю историю чтобы тысячи лет пройдет и чтобы все говорили вот было такое когда не может быть такого разве такое может быть может если идейные да я еще раз вопрос читаю воспользовавшись тем что мы тут стоим все же нужны ли америке натуральные смысле простые приземленные материалисты значит натуральные простые приземленные материалисты очень нужны это замечательные люди они не пойдут ничего взрывать эти они не не пойдут совершать преступления они будут себя чё им надо работать так отлично пусть работают человек это ведь богатство страны страна богата людьми которые в ней живут это тоже интересная штука потому что как-то в ссср они как-то вот не чувствовалось понимаете то есть там человек был как бы проблемой накормить его надо работой обеспечить надо жильем обеспечить надо а вот еще недовольный он квартиру хочет отдельную он хочет пойти в магазин и чтоб там мясо продавалось понимаете чтобы ему мясо а у нас идейных есть нормы рационального потребления и в них мясо не предусмотрено а предусмотрен хлеб и каша манная а он тут ходит поэтому очень и очень и очень востребованы простые материальные такие люди вот в этом смысле я хочу сказать что америка стоит вот на этих простых людях которые без закидонов которые пашут вот и которые на самом деле ценят то что у них есть и любят свою страну и можно сказать в этом смысле что они идейные я не знаю наверное наверное идейные то у американцев есть своя идейность даже даже как бы сказать без вопросов есть своя идейность вот и она впитывается вот в твое тело в твой мозг от того что ты видишь то что вокруг тебя происходит не от того что тебе это вдолбливают лишив тебя доступа к информации а вот тебе вдолбили и ты пошел нет 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 они вот так вот они живут и потихонечку вот по мере того как жизнь меняется значит меняется понятие жизни меняется идейность общество развивается и как бы даже трудно разделить на самом деле вот отделить идейность от приземленности от простых вещей значит это все вместе это сплав такой я еще раз возвращаю к возвращаюсь к изначальной мысли даже если первоначальные мотивы иммиграции были доминирующие мотивы были просто тяжело жить в эти то впоследствии когда ты уже привыкаешь к каким-то другим благам кроме этого вот ты вдруг понимаешь насколько это важно и насколько это здорово оно всегда было в человеке всегда было стремление к свободе к тому чтобы жить с достоинством но материальные нужды они настолько забивают вот эту идейную часть в человеке что он начинает мерить себя материальным он думает что он не идейный он идейный просто вот как только вопрос вот этот вот решается что он вроде уже и накормлен и напоенный вроде как низ под мостом не ночует уже вроде так раз и а дальше вот идейные пошло простор такой оперативный образовался и пошла идейность я бы так сказал то что я хочу сергея обнадежить и при всей в общем то ну как бы непонятности вопроса нужны ли мы америке вот такие в прямом как бы смысле да то в косвенном мы мы понимаем откуда вопрос вот и я хочу обнадежить и сказать вот такие как раз и нужны вот так что давайте выбирайте там путь расцель у вас есть путь не проблема как мы с вами выяснили так собирайтесь там рюкзачок да значит бутылочку сублимированное мясо там чтоб полегче и через границу в общем ждем вас тут счастливо